здравствуйте сегодня мы с вами нарисуем здание мостик речку и все это в одном лице замечательный маленький пейзаж раскрывающий суть и человека и горда ведь отражение самого человека есть сам город и архитектура естественно мы начинаем с легкого рисунка намечаем и сразу же заполняем его подмалевать пытаясь набрать цвет тем самым массу стараясь соблюсти тональности сразу для себя определяем что это закат это очень важно знать и понимать потому что при заказе цвета более теплые они ласкают нас соприкасать со всем окружающим миром они преображают его даря именно те самые теплые оттенки до утреннее состояние очень похоже но отличие от вечернего утро она более бодрое она более резкая она более холодная по цветам и она сразу же дает другие оттенки отличие от вечера вечер можно сравнить с ностальгией ностальгией и прощания вида день прощается с нами и горюет в последний раз дарит на последний свои лучи но при этом бежит на встречу другим даряем утро и день надеюсь с радостью также и мы здесь должны постараться это передать уловить это состояние это состояние можно поверить благодаря цвету для этого мы должны постараться чувственно передать пропустить все это через самих себя почувствовать это теплое состояние самого человека когда вечер кто-то гуляет кто-то ходит на машинах ездят люди добирающиеся домой или куда-нибудь другое место и также люди плывут по лодкам разглядывая замечательную питерскую или европейскую архитектуру зависимости того что вы именно пишите и это теплое легкое состояние мы должны постараться тем самым передать естественно можно сказать просто мы должны добавлять везде более охариста но не грязные оранжевые оттенки тем самым сделаем тот самый закат иногда добавляя еще красные оттенки но нет 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 там множество и холодных оттенков при свете луча мы добавим и так же много и теплых оттенков в тени и опять же это тяжелое состояние которое надо не просто научиться ловить как цвет или свет нет а именно постараться прочувствовать и желательно когда мы пишем картины мы должны избегать такого цвета как черный мы должны пробовать работать другими цветами всеми любыми другими цветами добиваясь этого черного цвета но если приглядеться в природе и вправду черного цвета не существует так таковом это всего лишь темные оттенки холодных или теплых цветов зависимости от того где вы находитесь как светит солнце софиты и еще что-либо это важно также при работе с такой архитектуры мы должны понимать что тени будут длинные а рефлексы будут большие они отражают все особенно гладь воды мы не должны забывать про водичку вода это душа которая отразить все все что вокруг творится и в городе и на душе человека это как волны разрезают ее и как также вода веселиться вместе с людьми которые сидят в этой лодочке или также созерцает при этом ко всем все зависит от вас и вашего восприятия то как вы сами видите работу никогда стопроцентно не копируйте добавляйте что-либо свое если конечно же вы не целенаправленно пишите копию тогда же мы должны подчеркивать как мастер делал такую мысль такое предложение с помощью цвета света рефлекса перехода и всего другого и тем самым изучать его работу чтобы потом дальнейшем своей работе эти методы применять но когда мы сами собой наедине мы должны все таки постараться пропустить через себя настолько насколько это возможно и передать свое внутреннее восприятие этой работе свою душу тогда эта работа будет сиять и радовать глаз тогда эта работа будет пленить зрителя в этом прелесть и живописи в этом прелесть каждого художника художник не то кто поймал красивый цвет и умело использует знание рисунка а тот кто смог себя полностью показать и отдать холсту и при этом ко всему еще ущипнуть мир и эту щепотку опять же добавить тому что холсту тем самым работа более жива и настоящие радовать глаз или раздражать но никто от нее не избавиться даже той же картины и репина иван грозно убивает свой сын сколько раз пытались разрезать полотно и те кто не согласен с истории что так не было тех кого указа ужас рождался смотря на эту картину но картина до сих пор жива и будет жить причем первый случай нападение на картину был учу при жизни самого репина и он участвовал в реставрации но за ее в то время даже переделал но это только присказка самое главное это погрузиться в работу и получить удовольствие остальное все придет основы 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 цвета и рисунка они оттачиваются как карандаш они становятся острыми и столь же прекрасно но тоже как карандаш мы можем сточить и и от нас уже ничего не останется и работы будут блеклый и мертвый поэтому надо стараться не забывать о своей индивидуальности о своей внутренней душе и о маленьком ребенке который таится в этой маленькой душе тогда работы будут честными и вечными спасибо вам большое за просмотр всего вам доброго спасибо